Добрый день! В ближайший цикл передач мы посвятим Южной Корее, стране утренней свежести. И сегодня наш рассказ о Сеуле, столице этой страны. Сеул является центром политической, экономической, культурной жизни Кореи на протяжении вот уже шести столетий. С тех пор, как основатель династии Чосонбхэджо перенес сюда столицу своего правления. Сегодня Сеул один из самых динамичных, стремительно развивающихся городов мира. Четверть всего населения Южной Кореи проживают в Сеуле. Огромный мегаполис живет своей обычной жизнью. Это специальная емкость для песка. Если город засыпет снегом, то каждый может подойти, достать ящик и посыпать себе дорожку на работу от дома и обратно. Здесь так и написано. Кто угодно может использовать. В столице сохранились многочисленные архитектурные памятники. Дух прошлого витает в лабиринте улочек города. В то же время Сеул уже давно стал воплощением современной цивилизации со множеством такого, что обязательно надо увидеть. Каждая многоэтажка центра имеет свое лицо и свой характер. Вот этот небоскреб, например, склонился в почтительном поклоне, обязательном элементе корейского этикета. Множество парков и музеев, универмагов и торговых центров превращают Сеул в популярный туристический центр, где имеются все условия для отдыха и развлечений. Сеул предлагает большое разнообразие возможностей для шопинга. Но если вам хочется действительно ощутить бодрый ритм местной жизни, то почему бы вам не посетить местные рынки? Здесь рядом с суперсовременными товарами можно купить разложенную прямо на тротуаре рыбу-саблю. Вот такое страшилище мы ели. Или поесть горячей выпечки, произведенной тут же, или увидеть практически музейный экспонат в работе. Плошная автоматизация производства. Никого не надо. Сама себе штампу и скипает. На южной окраине Сеула находится большой развлекательный комплекс Лоте Уолт. Парк развлечений, который россияне часто называют корейским Диснейлендом. Там действительно есть нечто вроде местного варианта Диснейленда, со всеми полагающимися аттракционами и развлечениями. Кроме этого, по соседству располагается сеульский зоопарк Эверленд, в котором много необычных животных. Особенно интерес огромные бассейны, в которых живут белые медведи, тюлени, котики, морские львы и прочие ластоногие красавцы. На улице Инсадон в центре Сеула. Можно купить сувениры на любой вкус. Сеульский Инсадон – это что-то вроде московского Арбата. Пешеходная улица с художественными галереями, магазинами изделий народных промыслов, антикварными лавками. Размеренная на первый взгляд уличная жизнь Инсадона на самом деле каждую минуту вскипает сотни небольших, но эмоционально ярких сцен. Моссовики-затейники, похожие на наших русских наперсточников, дают призы за разгаданные головоломки. Уличные музыканты услаждают публику сладкими трелями или ритмами современной эстрады. Собачка, ничуть не стесняясь своей криволапой модельной походки, демонстрирует наряд от кутюр. Страус с преданностью плетется за своим создателем, ожидая нового хозяина. А расфуфыренная молодежь совершает вечерний променад в поисках развлечений. На все это из окон второго этажа взирают завсегдатые небольших ресторанчиков, с удовольствием прихлебывая зеленый чай из пиала. В лене вызывает сидящий на тротуаре монах, занятый не молитвами в честь Будды, а пишущий картины для продажи. Из-под кисти монаха вырисовывается грозный взгляд и нахмуренные брови несколько странного лица. Это изображение доброго дядечки когда-то давно нарисовал монах. И сейчас оно стало практически оберегом в Корее, охраняющим дом от злых духов, приносящим удачу, добро и радость. Вероятно, написание столь выразительного лица требует от художника больших эмоциональных затрат. А может монах-художник решил объяснить причину столь свирепого взгляда, изображенного на бумаге монаха? Да, то мы поняли. Большие физические нагрузки, толстые палки, которые нужно обязательно поломать не рукой, так коленкой. Действительно нелегкая жизнь. Наше пристальное внимание с включенной камерой воодушевило монаха. К всеобщему удовольствию гуляющей публики он продемонстрировал элементы какого-то боевого искусства и здоровое чувство юмора. В качестве благодарности за шоу наша съемочная группа купила портрет этого пучеглазого монаха. Пусть отпугивает злых духов у нас в кабинете на телевидении. Инсадон. Это мека для туристов, интересующихся корейской стариной. Почти 70 художественных галерей дают возможность огромного выбора антиквариата – картин, изделий из бумаги, мебели. Специализированные магазины предлагают высококачественную корейскую керамику. Утонченная красота и неповторимый голубовато-зеленый цвет силадона эпохи Карё принесли ему всемирную известность. Он пользуется большим спросом на рынке антиквариата и является идеальным сувениром для туристов. Однако вывозить из страны предметы старинные старше 50 лет, в том числе сундуки, образцы, каллиграфии и фарфора, можно только имея разрешение местных властей. Инсадон – это рай не только для интеллектуалов, но и для гурманов. Попробовать здесь можно все, что бегает, прыгает, летает, да, кстати, и плавает тоже. Часто бывает трудно понять, кто же это был до того момента, как стал лепешкой. Заглядывать в глазки лепешки не очень-то и хотелось, поэтому мы решили ограничиться печеной кукурузой. Вкусно и понятно, что ешь. В Корее очень популярны всевозможные сладости из риса. Вот даже собралась небольшая очередь у кондитерского лотка. Но не из-за того, что сладкий рис – дефицит. Просто отдыхающие с удовольствием наблюдают за кондитером, мысленно участвуя в процессе приготовления вкусняшки. Маленькое шоу с дегустацией. В витринах магазинов часто можно увидеть необычные наряды ханбок. На протяжении тысячелетий ханбок являлся уникальной традиционной одеждой корейцев. Мужчины носили куртку чигари и штаны паджи. Одеждой женщин были чигари и юбка чхима. В наши дни ханбок надевают в торжественные дни. На мне сейчас одет национальный костюм высшего сословия. Корейцы чтут свои традиции. Кимчи – школа кимчи. Один из примеров этого. Многовековая традиция заготовки на зиму кимчи передается из поколения в поколение. В России принято считать, что кимчи – это блюдо из капусты. На самом деле это не так. Кимчи – это любые маринованные овощи, только приготовленные специальным способом. История кимчи родилась вперед в истории Кореи. Но сейчас период урбанизации, всеобщей занятости – это искусство. Это бытовое искусство, даже можно сказать, оно утрачивается. И существует специальная школа, которая помогает вспомнить, помогает научить правильно, как готовить это исконно национальное корейское блюдо. Группа студентов проходит обучение в традиционной школе кимчи по ее изготовлению. Сейчас мы с учителем сделаем один из основных видов кимчи – из капусты. Перед тем, как начнем делать кимчхи, готовится капуста. Очищенный качан пересыпают крупной солью и оставляют на 4-6 часов. Мы получаем вот такую вот капусту. Нам нужно будет сделать сначала основной соус – ням-ням. Перец, соль, мелкая соль, сахар, кунжут, чеснок, имбирь, рыбий соус. Ну, хочу сказать, что больше всего добавили перца. А, лук. Нормально? Да, вот это мы делаем соус, который будет добавляться в кимчи. Оно должно, вот как мы сейчас смешали, должно выстаиваться 2 часа. После чего получается вот такой вот соус. Каждый лист я промазываю. Понял? Понятно. Подворачиваем. А, перевязываем. Я почти все понял. Ну, хранится. Разворачиваем. Отрезается, понятно. Качарыжку этот. И режется большими кусками. Выкладываем на тарелку. Соответственно, вот это можно есть. Острая. Способ приготовления кимчи позволяет сохранить в ней половину таблицы Менделеева. Причем полезную ее половину. Кимчхи – блюдо не только для повседневного стола, но и обязательный элемент праздничного ужина в любом корейском ресторане. В Сеуле много дорогих изысканных ресторанов с разными кухнями мира. Одним из самых престижных считается ресторан с названием «33 этаж». Мы находимся в самом известном ресторане Сеула на 33 этаже, в котором съемка запрещена. Но для нашей компании, для нашей программы специально сделали исключение. Мистер Вон, скажите, пожалуйста, почему сюда нужно приходить? Что здесь хорошего? Я – это переставленный ресторан, поэтому необычное место, но необычное, что я делаю больше стейк. Для всей истории существования ресторана, самый почетный гость какой был? Я – в США выезжал в Сеуле в Клинтон и ОСЕН. Мистер Клинтон. Что ел? Что вы делаете, мистер Клинтон? Хорошо, стейк. Стейк, право. Это на третьем этаже ресторана. Хасвебит вкусное блюдо. Вкусно. Располагаясь на 33 этаже, ресторан позволяет посетителям увидеть изумительную панораму города, самую высокую точку и символ Сеула Телебашню, огни которой ярко светятся в ночи. Множество мостов загораются ночью миллионами разноцветных огней, образуя неповторимую ауру города. В Корее большое количество вероисповеданий. Это воскресная служба в церкви. Твою одежду, книги, вещи какие-то, которые были в употреблении. И здесь их сортируют и потом раздают нуждающимся. Наш рассказ о Сеуле окончен. Впереди нас ждет перелет на Чеджу, самый южный остров Южной Кореи. Сеуле.